Сегодня здесь, в Ереване, Армении, состоялось очередное заседание Межправительственного Совета, Евразийского Межправительственного Совета. Я считаю, что сегодня на Совете были обсуждены очень важные вопросы в преддверии встречи глав государств, которые состоятся 31 мая в Астане. В этом году были определены некоторые ключевые параметры. Во-первых, был согласован проект на уровне руководителей правительств о регулировании нефтепродуктов. Я считаю, что это один из краеугольных документов, который очень долго обсуждался. Были обсуждены вопросы и сроки принятия Таможенного кодекса. Мы сегодня приняли решение, что в двух предстоящих советах, которые состоятся в августе в Сочи и 28 октября в Минске, мы постараемся завершить два документа. Это проект Таможенного кодекса нашего союза и ряд других документов, которые имеют важное значение для дальнейшего развития. Встреча прошла в очень конструктивном диалоге и я уверен, что это поможет для дальнейшего развития нашего союза. Спасибо. 2016 год объявлен годом углубления расширения торгово-экономических отношений Евразийского экономического союза с третьими странами и международными экономическими объединениями. И с этой точки зрения, первый вопрос в повестке дня, который обсуждался сегодня, а именно, как мы будем вести переговоры с Китайской народной республикой о заключении соглашения о торгово-экономических взаимоотношениях между Евразийским экономическим союзом и Китаем, имеет принципиально важное значение для движения именно в этом направлении, которое нам задано нашими президентами. Тот диалог и разговор, который состоялся сегодня между руководителями правительств, позволяет констатировать, что у нас есть общее понимание, как мы будем строить этот диалог. Это основная цель создать более благоприятные условия для хозяйствующих субъектов и граждан наших стран, и мы уверены, что при правильном выстраивании этих отношений есть очень серьезный потенциал для стимулирования экономического роста в наших странах. Второй концептуальный документ, который был сегодня окончательно согласован, касается формирования единого рынка нефти и нефтепродуктов. На прошлом заседании тоже этот вопрос обсуждался, была открытая дискуссия относительно позиций сторон, и мы сегодня можем констатировать, что достигнуто соглашения, и этот документ будет представлен на утверждение наших президентов на встрече, которая состоится в конце этого месяца в Астане. В повестке дня были вопросы, которые касаются разных сверхдеятельностей евразийского экономического пространства, создают более благоприятные условия для хозяйствующих субъектов. Принципиальным документом является, конечно же, таможенный кодекс. Я могу вас проинформировать, что по основным принципиальным позициям достигнуты концептуальные соглашения. Остается лишь набор небольших вопросов, которые мы договорились, что продолжим обсуждение в Сочи, и мы надеемся, что уже на следующей встрече в Минске у нас уже будет окончательная договоренность, и мы можем этот документ тоже утвердить. Спасибо за внимание.